Параграф 3. Давайте подробнейшим образом познакомимся с деятельностью микроорганизмов, обитающих в толстом кишечнике. Здесь обитают более 400-500 различных видов бактерий. Как утверждают ученые, в одном грамме испражнений в среднем находится 30-40 миллиардов. По данным Коанди, человек выделяет с фекалиями в сутки около 17 триллионов микробов. Напрашивается закономерный вопрос, зачем их так много? Оказывается, нормальная микрофлора толстого кишечника не только участвует в конечном звене пищеварительных процессов и несет защитную функцию в кишке, но и из пищевых волокон производит целый ряд важных витаминов, аминокислот, энзимов, гормонов и других питательных веществ. Отсюда видно, что деятельность микрофлоры дает нам существенную прибавку в нашем питании, делает его устойчивым и менее зависимым от окружающей среды. В условиях нормально функционирующего кишечника они способны подавлять и уничтожать самых различных болезнетворных и гнилостных микробов. Например, кишечные палочки синтезируют 9 различных витаминов. В1, В2, В6, Биотин, пантеоновую, никотиновую и фолиевую кислоты, В12 и витамин К. Они же и другие микробы обладают также ферментативной деятельностью, разлагая пищевые вещества по тому же типу, что и пищеварительные ферменты, синтезируют ацетилхолин, способствуют усвоению организмом железа. Продукты жизнедеятельности микробов оказывают регулирующее действие на вегетативную нервную систему, а также стимулируют нашу иммунную систему. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов необходима определенная обстановка, слабокислая среда и пищевые волокна. В большинстве же кишечников, обычно питающихся людей, условия в толстой кишке далеки от нужных. Гниющие каловые массы создают щелочную среду, а эта среда уже способствует росту болезнетворной микрофлоры. Как уже нам известно, кишечные палочки синтезируют витамины группы В, которые, в частности, выполняют роль технического надзора, предупреждая бесконтрольный рост тканей, поддерживая иммунитет, то есть осуществляя противораковую защиту. В 1982 году в газете «Правда» было опубликовано краткое сообщение о том, что в Латвийской академии наук открыта схема нарушения противораковой защиты. Оказывается, при гниении белка в толстом кишечнике образуется метан, который разрушает витамины группы В. Прав оказался доктор Герзон, заявив, что рак – это месть природы за неправильно съеденную пищу. В своей книге «Лечение рака» он говорит, что из 10 тысяч случаев рака 9999 являются результатом отравления собственными каловыми массами и только один, а один случай действительно уже необратимых изменений организма дегенеративного характера. «Образующиеся при гниении пищевых продуктов плесень способствуют развитию серьезной патологии в организме». Вот что по этому поводу говорил теоретик и практик по вопросам омоложения организма кандидат биологических наук Сурен Авакович Аракелян. Строительная газета 1 января 1985 года. В Матинадаране, знаменитом на весь мир хранилище древнеармянских рукописей, есть сочинение средневековых целителей, к примеру, Мхетара Гераци, где причиной опухолей признается плесень. Как известно, причина рака у человека, животных и птиц до сих пор не установлена, но известно, что кормление птиц сырым, пораженным плесенью картофелем, резко увеличивает число заболеваний птиц. Кстати, главная причина большинства сердечно-сосудистых заболеваний, на мой взгляд, отложения не холестерина, его гораздо меньше, чем думают, а плесени. Теперь обратимся непосредственно к высказываниям средневековых армянских врачей. Когда человек объедается, и не все продукты усваиваются при этом, то часть пищи гниет. А в развивающейся плесени прорастают семена, которые всасываются в кровь, разносятся по телу и начинают прорастать в наиболее благоприятных, то есть ослабленных местах организма. Это могут быть участки сосудов. Прорастая, споры дают продукты жизнедеятельности в виде белых воскоподобных веществ. Это они называли белым раком. По нашей терминологии склероз. Идет время, процесс затягивается, и неющие массы кишечника вызывают перерождение плесени, которое поражает уже суставы, то есть серый рак. По нашей терминологии артрит. Далее появляется депо, в которое откладываются переработанные продукты, переведенные человеком в ненужные в таком количестве. Депонированные части продуктов питания в виде переработки называются черным раком. По нашей терминологии, злокачественной опухолью, против которой защиты нет. Таким образом, здесь указана цепочка болезней, склероз, артрит и рак, которая имеет свое начало в толстом кишечнике. Произведя чистку толстого кишечника и печени, вы убедитесь в правоте вышеизложенного. Увидите вышедшую из вас плесень в виде черных и белых лоскутов. Внешним признаком образования плесени в организме и при рождении слизистых оболочек толстого кишечника, а также авитаминозом витамина А будет образование черного налета на зубах. При наведении порядка в толстом кишечнике и достаточном снабжении организма витамином А или каротином, этот налет пропадает сам собой. Обычно питающийся человек почти всегда пребывает в состоянии авитаминоза витамина А. При этом медленно, но верно, происходит перерождение слизистой оболочки толстого кишечника. Нарушается процесс ее восстановления. Это одна из причин, почему именно в толстом кишечнике возникает колит в различных видах. Полипы и бог весь какая дрянь. Однако все это можно восстановить, о чем будет сказано далее. Параграф 4. Теплообразование в толстом кишечнике. Теперь разберем еще одну, недавно открытую современной наукой, функцию толстого кишечника, но известную древним мудрецам. Толстый кишечник является своеобразной печью, которая обогревает не только все органы брюшной полости, но и посредством крови весь организм. Подслизистый слой кишечника является наибольшим вместилищем кровеносных сосудов и крови. Механизм действия печки таком. При реализации генетической программы развития любого организма в окружающую среду выделяется большое количество энергии. Так оказалось, что яйца курицы разогревают сами себя, а роль на сетке в том, чтобы поддерживать определенную температуру этого нагрева. Микроорганизмы, обитающие в толстом кишечнике, также при своем развитии выделяют энергию в виде теплоты, которая греет венозную кровь и прилежащие внутренние органы. Поэтому недаром столько микроорганизмов образуется в течение суток. 17 триллионов! Можете посмотреть рисунок 4. Толстый кишечник, как обогреватель крови. Обратимся опять к рисункам 2 и 4. Природа расположила толстый кишечник таким образом недаром. Именно такая конфигурация и расположение его способствуют наилучшему обогреву брюшных органов, крови и лимфы. Жировая ткань, окружающая кишечник, служит своеобразной тепловой изоляцией, предотвращающей потерю теплоты через переднюю стенку живота и бока. Сзади спина с мощными мышцами, а снизу кости таза служат опорой и каркасом этой печки, направляя теплоту вместе с током крови и лимфы вверх. Возможно, это одна из причин, способствующая тому, что вертикальное расположение туловища более теплосберегающее и вызывает меньшую потерю теплоты в виде теплового излучения, которое направлено вверх, чем горизонтальное. А также лучше способствует циркуляции крови, лимфы и энергии по энергетическим каналам, принятым в традиционной китайской медицине, которые движутся снизу вверх и наоборот. Все очень мудро, экономно и ладно создано. Параграф 5. Энергообразующая функция толстого кишечника. Вокруг любого живого существа образуется свечение аура, которое говорит о наличии в организме плазменного состояния вещества биоплазмы. Микробы также имеют вокруг себя свечение, биоплазму, которое заряжает воду и электролиты, всасывающиеся в толстом кишечнике. А электролиты, как известно, один из лучших аккумуляторов и переносчиков энергии. Эти энергонасыщенные электролиты вместе с током крови и лимфы разносятся по всему организму и отдают свой высокий потенциал энергии всем клеточкам тела, постоянно подзаряжая их, а также подзаряжая собственное плазменное тело организма через систему китайских каналов. Об этом знали давным-давно в Древней Индии, Китае, Японии и Тибете. Область живота вокруг пупка они называли Печхара, Набхипадма, Лотос пупка и т.д. Эта область соответствует элементу огонь и силам трансформации как в физическом, так и в психическом смысле. Пищеварение, усвоение, превращение неорганических веществ в органические, а также трансформация органических веществ в психические энергии. Освещая только физический смысл этой области, из вышеизложенного нам становится ясно, почему древние мудрецы называли это Печью, откуда берется здесь элемент огонь, как происходит трансформация органических веществ в психические энергии, биоплазму. В том, что теплообразующее и энергообразующее функции толстого кишечника вносят в энергетику организма существенный вклад, можно убедиться на практике. Отключим толстый кишечник голоданием. Микрофлора перестает выполнять свои функции. Печка гаснет, и мы ощущаем, что нам холодно. Расслабленно ходим, теряем силы. Если голодание по утверждению многих авторитетов полноценное питание за счет внутренних резервов, почему снижается температура тела и живость? Ведь главный энергетический цикл трикарбоновых кислот, так называемый цикл Крепса, имеется как при голодании, так и при пищевом режиме. Отсюда при голодании, то есть питании внутренними резервами, происходило бы только съедание самого себя, без потери температуры тела и утраты тонуса. Пока есть, что можно съедать. Но на практике этого нет. Вероятно, такая форма существования хозяина и микроорганизмов, как одного организма более энергонезависимо, экономно и устойчиво, чем организм без микрофлоры. Отсюда становится ясным, почему при пищевом рационе в тысячу калорий, но содержащем живые растительные продукты, фрукты, овощи, проросшее зерно, орехи, каши, люди гораздо лучше себя чувствуют и выносливее, чем съедая 3000 и более калорий в день мертвой вареной пищи, которая не дает питания для микрофлоры, а лишь перегружает выделительные системы, дополнительно забирая энергию на их обезвреживание и удаление. Вот почему современные люди зябнут, хотя и носят теплые вещи, а также быстро утомляются как от физической, так и умственной работы. Параграф 6. Стимулирующая система толстого кишечника. Наш организм имеет особые системы, которые стимулируются разнообразными воздействиями внешней среды. Например, посредством механического раздражения на подошве стопы стимулируются все жизненно важные органы. Посредством звуковых колебаний стимулируются особые зоны наушной раковины, также связанные со всем организмом. Световые раздражения через радужную оболочку глаза также стимулируют весь организм. И по радужной оболочке ведется диагностика. На коже также находятся определенные участки, которые связаны с внутренними органами, так называемые зоны Захарина Геда и так далее. Так вот, толстый кишечник также имеет особую систему, посредством которой стимулируется весь организм. Посмотрите на рисунок 5 из книги Куринова «Русский народный лечебник». Каждый участок толстого кишечника стимулирует определенный орган. Стимуляция эта осуществляется так. Дивертикул заполняется отработанной пищевой кашицей, в которой начинают бурно размножаться микроорганизмы, выделяя энергию в виде биоплазмы, которая воздействует стимулирующе на этот участок, а через него на орган, связанный с этим участком. Конечно, это вопрос спорный, но тем не менее, стоит задуматься. Рисунок 5 – стимулирующая система толстого кишечника. А вот рисунок 6 – образование накипи и болезни. Заштриховано – это накипь. Если данный участок забит накипью, каловыми камнями, то стимуляции нет и начинается потихоньку гасание функций данного органа. А также развитие специфической патологии. Как показывает практика, особенно сильно накипь образуется в местах сгибов толстого кишечника, где продвижение каловых масс замедляется. Так, на рисунке 6 показана накипь и наиболее частая болезнь. Так, место перехода тонкого кишечника в толстый питает слизистую носоглотки, восходящий изгиб, щитовидную железу, печень, почки, желчный пузырь, нисходящий изгиб, бронхи, селезенку, поджелудочную железу, изгибы сегмовидной кишки, яичники, мочевой пузырь, половые органы. Стимулирующая система толстого кишечника указывает на необыкновенную избирательность природы, ее умение использовать все с максимальной пользой при минимуме затрат. Система очищения организма и толстый кишечник. Существуют тысячи болезней, но здоровье только одно. Бернес. Так вот, мы подошли к еще одному важному вопросу, разобравшись с которым поймем простую истину. Все болезни к нам приходят через рот. Наш организм обладает мощной и многоступенчатой системой очищения организма. Рисунок 7. Система очищения организма и толстый кишечник. Во-первых, в толстом кишечнике обезвреживаются и выводятся токсины и ненужные питательные вещества. Далее пойдем по ходу крови от толстого кишечника. Следующая очистительная ступень. Печень. Здесь происходит обезвреживание всего того, что принесла кровь от кишечника. Печень их может сбрасывать через желчный проток в кишечник и далее через кишечник обычным путем, но может и капсулировать в своих желчных проходах и оставлять на всю жизнь. Здесь также образуется парное соединение. К токсинам присоединяется определенное вещество, с которым они легко сбрасываются через последующую ступень почки. Почкам помогает соединительная ткань организма. Это связки, сухожилия, стенки сосудов и вообще те клетки организма, которые служат каркасом и на которые крепятся рабочие клетки. Так вот, соединительная ткань вбирает в себя различную дрянь, чтобы кровяное русло было чистым. Когда же предоставляется возможность, то не отдают то, что упитали обратно в кровь, и это выводится через почки наружу. О том, сколько может вбирать в себя соединительная ткань, иллюстрирует случай, рассказанный Юрием Андреевым, петербургским целителем. И вот приходит мамаша и говорит, что ее врачи обещали уже через неделю смертельный исход. Плачет. Дочка-бутончик. 17 лет. Красотулечка. Нельзя ли что-нибудь сделать? Но все равно уже деваться некуда, и мы пошли своим путем. Почистили печень. Об этом речь у нас впереди. Начали общую чистку организма с голодания. И вот эта грация, эта юная красавица, этот бутончик 63 килограмма весу, прошла через 28-дневное голодание. Она получала только воду и клизмы. Каждый день два клистера. И ежедневно из нее выходило фантастическое количество дерьма. В итоге она похудела до 40 кг. И это были 23 кг дерьма, которое находилось внутри нее, внутри клеток ее организма. От себя добавлю, внутри клеток соединительной ткани, через которые питаются все остальные рабочие клетки. Жировая ткань также является своеобразным отстойником шлаков, так как обмен веществ там очень мал, а ненадежно там залегают. Прочтите вновь высказывание Надежды Семеновой по этому поводу. Далее, если все эти ступени под завязку забиты, а также если кушается много крахмалистой и жирной пищи, которая вышеописанными органами не выводится, включается ступень сброса шлаков через полые органы, имеющие выход наружу. Первая в работу включается носоглотка. Через нее крахмалистые, жирные и прочие слизистые шлаки выбрасываются вон в виде слизи. Отсюда все наши постоянные отхаркивания, сморкания. Если происходит перегрузка и этого очистительного канала, то включаются дополнительные гайморовые пазухи, слуховые проходы в ушах, у женщин влагалище, появляются белые и другие выделения, часто закисают глаза. И наконец, когда и этого становится недостаточно, или по какой-то другой причине вышеупомянутые каналы закрыты, включаются две последние ступени – легкие и кожа. О том, что в толстом кишечнике идет гниение и другие ненормальные явления с образованием вредных газов, можно судить по тяжелому, зловонному запаху, идущему изо рта при дыхании. Многие страдают и избавятся от этого запаха, чистят зубы, полощут рот, прыскают дезодорантом, а он как был, так и есть. Помните, тяжелое дыхание – лишь следствие, а причина в противоположном конце. Очистите толстый кишечник, и запах пройдет сам собой. Наконец, слизь образуется в самих легких. Эти крахмалистые и другие выделения в виде слизи являются прекрасным кормом для болезнетворных микроорганизмов. Эти микроорганизмы, попадая с воздуха в легкие, находят здесь идеальные условия для своего размножения – тепло, влагу и корм. И вот продукты переработки микроорганизмами – слизи уже в виде гноя – вытекают через бронхи и носоглотку. От токсического содержания гноя раздражается и воспаляется слизистая оболочка легких носоглотки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таков же механизм возникновения эрозии влагалища – воспаление среднего и внутреннего уха. Кожа сигнализирует о перегрузке организма шлаками, дурными запахами, сыпью, угрями, прыщами и разного рода экземами и прочими такими шелушениями. В связи с этим надо отметить, что в зависимости от предпочитаемого питания, например мясного, воняют ноги от крахмалистого с сахаром и жирами прыщи, угри, причем локализация их на теле самая различная – лицо, спина, грудь, ягодицы, ноги, плечи. И вообще от неправильного сочетания продуктов питания, помимо вышеуказанных явлений, могут возникать чири и фурункулы. Пивные дрожжи, применяемые при фурункулезе, способствуют лучшему перевариванию и усвоению пищи, благодаря большому содержанию в них витаминов группы В. Это позволяет сам вначале ликвидировать процесс неправильного и неполноценного усвоения пищи, и нет той гнили, которая выделяется в виде гноя через фурункулы. Дрожжи также нормализуют PH среды в толстом кишечнике. Именно эти два механизма, помимо ударного воздействия витаминов группы В, лежат в основе исцеляющего действия пивных дрожжей. Понижение теплотворной функции толстого кишечника, засорение организма шлаками приводит к тому, что где-нибудь скапливается слизь, например, в грудных железах у женщин. Во-первых, там понижен обмен веществ по сравнению с остальным организмом. Во-вторых, принятие холодной пищи и особенно различных прохладительных напитков, которые резко охлаждают эту область, вызывает затвердение жировой и крахмалистой слизи, которая именуется киста. От сидячего образа жизни, сидячей работы, резко тормозится кровообращение в малом тазу, появляется застой крови. Это является другой причиной, почему именно здесь накапливается слизь у мужчин вокруг предстательной железы, а у женщин в яичниках. Наиболее вредными продуктами, вызывающими кисту груди и яичников, опухоль предстательной железы, является мороженое, замороженные сливки, сметана, холодное жирное молоко. Если их употреблять часто, то, как говорит Микио Куши, это специалист по макробиотике, вы обязательно будете иметь кисту. Далее в этой кисти прорастают споры плесени, как на питательном участке, и начинается рак, дающий метастазы. Мы сами его кормим, лелеем, а потом удивляемся, отчего все это. Если первая цепочка патологии склероз, артрит, рак идет от грязного толстого кишечника, то и вторая перегруз выделительных систем залежи слизи, увядание защитных сил организма, рак, также идет из грязного толстого кишечника. В заключении приведу выдержку из книги «Искусство вылечить самого себя природными средствами». Доктор Паше пишет, я установил, что у женщин, заболевших раком груди, в 9 случаях из 10 наблюдалась задержка в работе кишечника. Если бы за 10-15 лет до этого была проводена соответствующая профилактическая работа, то они не получили бы ни опухолей груди, ни рака, какого бы то ни было вида. Дальнейшие перечисления и развитие патологии, идущие из грязного толстого кишечника, не имеет смысла, да и не нужно. Ясно главное, нужно иметь здоровый и чистый толстый кишечник.